Это Финам.ФМ, ежедневная интерактивная программа «Реальное время». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер, дамы и господа. Рад, что вы настроились на нашу волну. 99,6 в Москве и Московской области. Либо слушайте, смотрите нас на портале финам.фм. Тема сегодняшней программы «Успех оппозиции. Усталость от стабильности». Выпросительный знак. Слово «стабильность» я все-таки закавычил. И мой гость здесь, в московской студии Финам.ФМ, Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия». Николай Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо огромное, что согласились прийти. Как порядочный человек я обязан вас поздравить. Все-таки вы достаточно серьезного результата добились. Я имею в виду, ваша партия заняла третье место. По предварительным данным Центра избиркома, даже сегодня господин Чуров сообщил, что у вас будет 64 депутатских мандата. Я просто напомню слушателям, что еще в августе месяце многие эксперты, политики разнокалиберные, я бы так сказал, считали, что «Справедливая Россия» не преодолеет даже и 7-процентного барьера. И тем не менее, результат есть. Вот сегодня персонально ваш Николай Левичев, поэтому напоминаю, средства коммуникаций 6510996, код Москвы 495, это номер многоканального телефона. финам.фм, это наш сайт в интернете для ваших писем. Звоните, пишите, открытый эфир, без купюр, без цензуры, с председателем партии «Справедливая Россия». Вот все, что необходимо, считаете необходимым задать, задавайте. Спрашивайте, высказывайтесь, открытый эфир до 20 часов. Николай Владимирович, ну вы-то сами, как «Справедливая Россия» оцениваете тот результат, который дается интерсберком? Ну, как говорится, есть смешанные чувства у нас. С одной стороны, конечно, приятно, когда тебя причисляют к победителям, да, и поздравляют. Есть такое ощущение, что могло быть хуже, потому что борьба была очень жесткая. С другой стороны, конечно, есть ощущение, что могло быть и лучше. Могло быть и лучше. Сейчас очень активно в медиаресурсах, безусловно, в первую очередь в Рунете, пишут и говорят о массовых фальсификациях. Взгляд «Справедливая Россия»? Наверное, люди пишут о том, что они видели, и как минимум то, о чем они слышали. Поэтому спорить с людьми бесполезное дело. С ними надо вступать в диалог. Вот на ваш взгляд, все-таки были нарушения, и насколько существенными они были? Нарушений было огромное количество. С другой стороны, надо понимать, что легче всего зафиксировать как раз те нарушения, которые не очень страшны. Мне пришлось общаться со всеми группами наблюдателей зарубежных, которые приехали для наблюдения за выборами. Я им объяснял, что, вы знаете, то, что вы сможете зафиксировать, к примеру, неснятый агитационный плакат в день тишины или в день голосования на подступах к избирательному участку, это очевидно, это легко зафиксировать. Меня волнует меньше всего. А вот те нарушения, которые меня волнуют больше всего, вы ни за что, ни при каких обстоятельствах все равно не увидите. Вот вам, значит, сермерная правда жизни. Потому что, ну давайте все-таки разберем по косточкам. Конечно, мы, вступая в избирательную кампанию, хорошо понимали, что бы ни было записано в законе о равенстве доступа партии в СМИ, в новостях телевизионных с утра до вечера будут лидеры другой партии. Спасибо, что мы получили возможность хотя бы нескольких прямых эфиров. И впервые за последние годы получили возможность внятно рассказать о своих творческих планах, о программе, о каких-то наших позициях, оценках. Это нам очень сильно помогло. Но мы понимали, что вот этот ресурс, он будет нам доступен в очень ограниченном виде. Поэтому и стратегия и тактика кампании строилась на другом. Что нам надо искать другие каналы доступа к избирателям, чем мы и занимались. Теперь я все-таки провожу грань. Если человек под воздействием каких-то обстоятельств, агитации или усиленной, понуждения какого-то, вот смотрите, у вас там дочку не возьмем в детский садик, если вы правильно не проголосуете, или за бутылку водки паленой, считает возможным своим голосом распорядиться не так, как ему совесть и сердце подсказывают, но вообще говоря, это его гражданское право. Он хозяин этого голоса, и он определяет его цену. Поэтому это одна песня. Или, допустим, вводят в Санкт-Петербурге голосование по почте. Ну, мы оспариваем это решение, да, там, мы идем в суды, но не получается оспорить. И дальше. Если даже привозят автобус с людьми, которые, значит, берут вот этот избирательный бюллетень для того, чтобы его отправить по почте, и мы понимаем, что это кем-то организовано, опять же, да, это все-таки участие гражданина, который сделал свой личный выбор. Если у нас полно таких граждан в стране, ну, так нам и надо. Значит, мы плохо работаем, значит, мы необъясняемы, мы не ведем политическое просвещение, да, значит, вот. Но если при голосовании по почте обнаруживается сотни тысяч писем от каких-то вымышленных людей, или лежащих на кладбище, да, или, так сказать, приехавших, да, к примеру, да, вот это уже другая песня. Если мы видим, что люди приезжают из участковой избирательной комиссии в территориальную, и у них есть незаполненный бланк протокола, Кто видит прямой веб-транслятор, кто ответил, что сейчас было. Но подписанный, скрепленный печатью, да, и они сидят и ждут, когда им скажут, вы знаете, там, значит, так, идет подсчет, идет подсчет, нам не хватает там столько-то, да, и они туда вписывают цифру, несоответствующей действительности. Николай Ильич, ну это же уголовщина. Николай Ильич, ну это же уголовщина. Это уголовное преступление. Вот это, да, это называется фальсификацией. А когда вот так вот, ну как говорят, вот административный ресурс, вы помните, да, я говорю, административный ресурс, это только, что я отношу, предоставление возможности зависимому от тебя человеку нарушить закон. Вот. Все остальное это, ну, как-то по-другому называется, да. А вот там, где, значит, говорят, делайте, что хотите, подразумевая, что нарушаете закон, а мы вас прикроем от правоохранительной системы, вот это административный ресурс. Ну, вот смотрите, очень актуальная тема, которая все эти сутки обсуждается, потеря Единой России конституционного большинства. Вот вы вообще как считаете, нынешняя партия власти во главе с Путиным Медведевым, они потерпели фиаско, то есть вот ваше восприятие, да, и как политика, я понимаю, что это ваши были соперники, да, но тем не менее, у вас есть и свой взгляд на произошедшее. Все-таки насколько это будет иметь, знаете, такую далеко идущую игру, далеко идущий вариант развития ситуации? Ну, ведь все познается в сравнении, да, значит, если бы мы получили такой результат, это была бы оглушительная победа. Безусловно, да. Значит, а поскольку они получили такой результат, вот я еще нигде в СМИ не видел анализа прямых следствий этого. Все что-то там говорят, они будут принимать решение, не, подождите, я вам сейчас разъясню. Вот, говорят, они все равно могут принимать большинство решений. Значит, минуточки, они могут принимать решения в зале пленарных заседаний при наличии всех депутатов однообразно голосующих. Сейчас уже начинает обсуждаться, а вы знаете, там какие-то вроде бы появятся беспартийные люди из народного фронта, фронта, да, а вот, а им как? Партийная дисциплина на них не действует. Значит, на них надо как-то каждый раз перед голосованием как-то действовать, да. Значит, это одна засада для них. Но, обратите внимание, прежде чем законопроект выносится на парламентское голосование, он проходит много ступеней, в том числе профильные комитеты Государственной Думы. Сейчас этих комитетов 32, и во всех этих комитетах Единая Россия обеспечила себе большинство. Мы имели руководителей двух комитетов, но они не могли через свои комитеты провести ни одного решения, потому что других голосов-то не было. Теперь, даже если сокращают количество комитетов, допустим, с 32 до 20, а у них голосов-то плюс 12, это значит, что Единая Россия не сможет во всех комитетах Государственной Думы обеспечить большинство без взаимодействия с кем-то из других фракций. Это означает, что если мы, которых стало не 38, а 64, допустим, в условных 20 комитетах выберем 2-3 комитета, допустим, те, которые нам достанутся под статус руководителя комитета, мы возьмем-то и туда пару десятков депутатов запишем, и у Единой России будет дилемма. Либо, значит, бороться с нашим большинством в этом комитете и оголить другие комитеты, либо махнуть рукой на парочку комитетов. А профильный комитет это уже, по крайней мере, серьезный заслон для каких-то правительственных инициатив, которые просто так уже не перепрыгнешь. Ну вот смотрите, Николай Иванович, еще не успели, как говорится, высохнуть чернила на избирательных бюллеттях, как заговорили о том, что именно ваша партия, да, Справедливая Россия, скорее всего, пойдет в некую коалицию Блок с Единой Россией. Да, я вот сейчас смотрю на письма наших слушателей, которые вам присылают, да, они меня просят, не забудьте спросить у Левича про блоки, будет ли вступать Справедливая Россия в Блок с Единой Россией, и как планирует работать сама партия, получив такое количество большое мандатов, а я дополню этот вопрос, потому что, если все суммировать, смысл такой, насколько, до какой степени Справедливая Россия может быть оппозиционной парламентской фракции, да, где та черта, после которой вы будете готовы не просто вести переговоры с Единой Россией, а создать некую действительно коалицию парламентскую. Ну, давайте тоже, вот это, значит, начинают вбрасывать какие-то слова, да, а смысл этого понятия не раскрывают. Значит, что такое коалиция, да, вот коалиция, не знаю, там, значит, в Германии, да, там, ХДС, ХСС, коалиция, да, значит, если нам предложат, допустим, такие варианты, вы знаете, вот мы предлагаем вам пост председателя Государственной Думы, вам предлагаем, там, комитет по бюджету, да, значит, предлагаем, значит, в случае внесения кандидатур губернаторов, значит, в каждой тройке предлагаемых президенту будет минимум одна ваша кандидатура, да, и что-нибудь еще такого рода, ну, мы тогда пообсуждаем, да, а когда вам предложат, ну, коалицию в кавычках, да, в понимании такого, что нам не хватает, там, значит, 15 голосов, да, ну-ка, там, будьте любезны проголосуйте, ну, до свидания, ребята, да, потому что, опять же, мы оппоненты партии «Единая Россия» как некому институту, который определяет какой-то курс, который нам не нравится, да, но когда лидер этой партии, который вроде как сегодня сказал, он к ней не имеет никакого отношения, устами своего пресс-секретаря Пескова, да, вдруг на съезде вот этой партии говорит, что оказывается, мы этого не знали, да, главная проблема и задача преодолеть социальное неравенство, помилуйте, мы, значит, пять лет об этом кричим на всех углах, это краеугольный камень нашей программы, ну, давайте мы поговорим, а хорошо, а вы-то вот конкретно, вы что собираетесь делать, чтобы оно не увеличивалось, а сокращалось, давайте поговорим, с нами ведь никто пока не собирался разговаривать, наш проект закона о прогрессивной шкале налогообложения больше года лежит под сукном, его даже никто не обсуждает, так отмахиваются, как от мух на зоне, говорят, да ну, там, 13% это хороший, тем не менее, информационный вброс уже произошел, вот, поэтому, значит, я думаю, что такой коалиции, да, которая будет скреплена там на пять лет, значит, какими-то полномочиями, да, она нереальна, да, но, я уже сказал, да, ну, надо признать, при всем при том, что в Единой России не только идиоты есть, да, значит, и если идут какие-то законопроекты, не знаю, после пятницы, после ролика, который был сделан и выпущен в Рунете, именно поэтому я говорю, не только, не только идиот, идиоты там есть, но не только, там есть все-таки профессиональные люди, да, значит, если есть какие-то предложения, которые вписываются в рамки нашей программы, значит, может быть, мы где-то что-то полезное для людей сможем сделать, да, ничего зазорного в этом я не вижу, да, но, значит, если не будут бороться с коррупцией, так, как мы предлагаем, ну, это очень плохо, да, какая тут может быть коалиция, вот, значит, давайте ратифицируем 20-ю статью, конвенции, да, значит, давайте расширим круг лиц, подающих декларацию о доходах, давайте введем декларацию о расходах чиновников, давайте там несколько, там, лиц, приближенных к высшим сферам, значит, отправим в места отдаленные, да, вот тогда, так сказать, можно о чем-то говорить. Нам же сегодня сказали, обновленный Путин должен что-то нам продемонстрировать, да, пусть продемонстрирует. Вот к нам присоединяется сейчас, правда, по телефону Игорь Лебедев, руководитель высшего совета ЛДПР, Игорь Владимирович, вечер добрый. Добрый вечер. Ответьте мне на главный вот вопрос, который сейчас я задал уже и вашему коллеге по будущему парламенту Николаю Левичеву, председателю партии Справедливая Россия, по поводу коалиции. Вот Николай Владимирович сказал, что маловероятно, что в ближайшие, на ближайшие пять лет прям будет такая вот коалиция парламентская Справедливая Россия, Единой Россия. А ЛДПР, ведь, Игорь Владимирович, вас тоже, вот что называется, помазали этой краской, да, сказали, что ЛДПР, возможно, войдет в новую парламентскую коалицию с Единой Россией. Ну, во-первых, коалиция между Единой Россией и ЛДПР невозможна по одной простой причине. Простое арифметическое действие, сложение наших голосов и голосов Единой России не дает того результата, который нужен партии власти. То есть, наши 56 мандатов плюс 238 голосов Единой России не дает конституционного большинства. Поэтому, вести переговоры с ЛДПР о коалиции даже никто не будет. А все-таки есть вот желание у ЛДПР вступить в некий диалог с Единороссами? Ну, и на каких основах? Или вы будете занимать жесткую оппозиционную оппозицию и ни в какие коалиции, ни в какие, простите уж, сговоры не будете вступать с партией власти? Юрий, вот занимать жесткую оппозицию независимо от вопроса, это, на мой взгляд, глупо. В палате обсуждалось, обсуждается, я уверен, будет обсуждаться множество законопроектов и инициатив, по которым совпадает мнение всех политических партий. И в момент голосования, когда проходит единогласное голосование, это четко видно. и говорить о том, что здесь оппозиция ложится под партию власти или партия власти идет навстречу оппозиции в этом голосовании, это неправильно, потому что есть законопроект, например, завтра внесен будет Путином или там Жириновским или Мироновым законопроект, повышающий стипендию студентам в два раза. Да весь парламент проголосует за пять минут, и никто не будет говорить о том, что кто-то под кого-то лег. С точки зрения ЛДПР, мы готовы к диалогу с любой политической силой, в том числе и за справедливой России, в том числе и с коммунистами, и с единой. Мы открыты для диалога, давайте обсуждать, давайте разговаривать, давайте договариваться. Но одно есть условие, которое, конечно, в первую очередь, наверное, относится к партии власти. Мы готовы к коалиции, как равноправные участники этой коалиции. А если по принципу мы здесь главные, мы хозяева, мы все решаем, а вы здесь просто вот для количества числитесь, это не про нас. Мы такого не хотим, и эта песня не с нами. Я напомню, Игорь Лебедев у нас по телефону на прямой связи со студией Финам.ФМ, руководитель высшего совета ЛДПР, а здесь в московской студии у нас Николай Левичев, представитель партии Справедливая Россия. Господа, ну я вам обоим задаю вопрос, на который вам придется отвечать. Это голосование после президентских выборов по кандидатуре нового председателя правительства Российской Федерации. Николай Леонидович, вы проголосуете, я имею ввиду Справедливая Россия, да, за кандидатуру Дмитрия Медведева? Ну, вы знаете, давайте не будем опережать события. Но это же будет. Вы знаете, точно так же все говорили перед думскими выборами, все предрешено, зачем ходить на выборы. Я вот так думаю, что если бы избирательная кампания еще недельку бы продолжала, допустим, мы достали бы коммунистов голосов. Поэтому все впереди. 10 декабря съезд нашей партии по выдвижению кандидатуры в президента Российской Федерации. И кто будет вносить в мае кандидатуру в Государственную Думу, мы еще будем посмотреть, что называется. Вы сомневаетесь в победе Владимира Путина? А при тех трендах, которые я ощущаю в общественных настроениях, я думаю, не случайно сегодня Дмитрий Песков начал какие-то такие странные рассуждения вбрасывать в информационное пространство. Понимаете? Либо люди сделают адекватные выводы из того, что происходит в обществе. А если они будут и дальше смотреть на Потемскинки деревни, которые им выстраивают, если они будут каждое утро смотреться в зеркало с пушкинскими словами, значит, я на свете всех милее, румянее и белее, я боюсь, что Жень преподнесет еще один жесткий и горький урок. Вы допускаете второй тур на предстоящих президентских выборов. Легко. Легко. Игорь Владимирович, как вы ответите? Ну, действительно, мне бы не хотелось в этом вопросе я солидарен с коллегой Левичем, что давайте не будем забегать вперед. Все-таки вопрос утверждения премьер-министра это вопрос где-то мая месяца следующего года. За полгода в стране может столько произойти событий, что еще и неизвестно, чья кандидатура будет внесена на пост председателя правительства и будет ли внесена вообще. Поэтому мы будем расценивать эту ситуацию в зависимости от конкретной даты и конкретного человека. Послушаем, посмотрим, оценим, примем решение. А что касается текущей ситуации, то здесь действительно хотелось бы затронуть высказывание сегодня пресс-секретаря Владимира Путина о том, что Путин и Единая Россия это не одно и то же. Но мне кажется, что, слава богу, наш российский избиратель уже не настолько глупый, оболванен этой рекламой из центрального телевидения, есть на сегодняшний день 50 миллионов пользователей пока еще свободного интернета, где, на мой взгляд, высказываются самые честные и самые адекватные суждения по всей ситуации. Вот, мне кажется, уже хватит обманывать. Игорь Владимирович, подождите, вы так интригующе сказали, пока еще свободного интернета, вы на что намекаете? Власть может пойти на закручивание гайк? Конечно, я уверен, что это произойдет, потому что события на Ближнем Востоке и события в странах Азии показывают о том, что единственное средство собрать людей, вызвать негодование, поднять волну возмущения, это только интернет, потому что средства массовой информации все обычно находятся под властью, радиостанцию, даже если, Юрий, вашу прекрасную, свободную, где можно свободно говорить, вы понимаете, завтра могут закрыть, и вы ничего с этим сделать не сможете. Интернет закрыть тяжелее, поэтому там пока еще высказываются свободные суждения, но вы знаете, недавно, в прошлом году Владимир Владимирович Путин был с отчетом в Государственной Думе, я ему задал вопрос по поводу того, собирать ли власть закрывать интернет и вводить там цензуру. Он сказал, что нет, этого не будет, хотя сейчас мы уже видим о том, что многие свободные вещи, такие как скайп, такие как джимейл, к ним уже подбираются руки определенных сотрудников. Как вы считаете, может пойти власть на закручивание действительно гаек, понимая, что сейчас происходит, я осознавая итог 4 декабря. Понимаете, я вот, между прочим, вас отошлю к интервью Владислава Суркова, которое он дал Сергею Минаеву. Я в курсе. Ну, может быть, не все слушатели в курсе, да, значит, по крайней мере, я вижу, что, значит, некоторые люди, имеющие отношение к выработке, так сказать, какой-то внутренней политики, может быть, они не могут до конца еще реализовывать это, но у них есть понимание, это то, о чем я говорю всегда и публично, в чем мое расхождение как политика, да, с тем, что говорится руководителями страны на сегодня, мне кажется очевидным, что стабильность это не единомыслие и не единообразие, консолидация это не значит всех загнать в одно стадо, мировой опыт свидетельствует, что стабильность может быть только путем достижения баланса интересов различных политических сил, интересов различных социальных групп, общества, и только умелое маневрирование по поддержанию этого баланса дает стабильность. Но нервы могут сдать события вчера на чистых прудах. Это будет начало конца действующей власти. Если она захочет зацементировать ситуацию, да, все, значит, зацементированное общество не может развиваться, не может двигаться вперед, ну, хорошо, вы зажмете, да, и дальше начнется отчет времени, через сколько в конце концов, через год, через пять, через месяц, это все рванет и похоронит вас под обломками вашей зацементированной стабильности. Советская власть продержалась 70 лет. А рухнула в одночасье. Но 70 лет продержалась. Ну, были другие времена, Игорь, не было интернета, не было, значит, открытого общества, много чего не было, да, значит, были страхи генетические. Согласен, 35 лет, это вполне достаточно, чтобы оба сегодняшние кандидаты еще по очереди сменили друг друга. Ну, я надеюсь, что вам-то еще меньше лет, чем мне, и мы с вами на пару постараемся, чтобы этого не случилось. Господа, я напомню слушателям Финал МФМ, что сейчас мы общаемся с Николаем Левичевым, представителем партии «Справедливая Россия», и Игорем Лебедевым, руководителем высшего совета ЛДПР. Игорь Владимирович, и вот, Николай Владимирович, такой вот вопрос. Значит, вчерашние события на Чистых Прудах достаточно резонансные. Я специально посмотрел российскую... Вот что-то не сказал про пропаганду, это, конечно, пропаганда, типа российские информационные каналы, что они, о чем рассказывают. Значит, у них главная сейчас новость, это открытие некой планеты, которая вроде бы как подходит для землян, для существования. Правда, долететь мы сможем до нее через только 200 лет. При этом, о событиях в Москве на Чистых Прудах сейчас на Триумфальной площади развивается ситуация достаточно в таком ритмичном, я бы сказал, режиме дополнительные внутренние войска, ОМОН, полиция и так далее, так далее. Известно, что арестован Навальный, известно, что арестован Яшин и так далее. Ряд оппозиционных политиков. Кстати, Николай Владимирович, на информационных лентах проходила информация, что представители Справедливой России будут участвовать вот сейчас в акции протеста на Триумфальной площади. Я хочу, чтобы каждый из вас высказал свое мнение. Игорь Владимирович, давайте с вас начнем. Я думаю, что это очень, очень тревожный сигнал для действующей власти. Только власть знает на сегодняшний день реальный свой рейтинг. Мы, к сожалению, можем только о нем догадываться. Они, я думаю, знают реальные цифры. Это, конечно же, не те цифры, которые представлены сейчас по неофициальным итогам избирательной кампании. Власть понимает, что поддержка избирателей на сегодняшний день у них минимальна. И накануне президентских выборов, а поскольку основной кандидат на победу идет от той партии власти, чей рейтинг стремительно с каждым днем все больше и больше падает вниз. И, кстати, чем больше они будут арестовывать несогласных и чем больше они будут арестовывать оппозиционеров, тем ниже будет падать их рейтинг. Так вот, на фоне всех этих событий у власти ничего не остается делать, кроме как арестовывать, вызывать ОМОН, вводить внутренние войска. То, что вчера произошло на чистых прудах, пока это произошло без участия тех партий, которые прошли в парламент, которые все-таки мало-мальски, но имеют поддержку 50% населения страны. Когда случится, не дай бог, потому что, честно говоря, я этого сейчас не желаю, потому что это прямой путь к гражданской войне, и мне очень жалко нашего российского человека, потому что опять в борьбе винных и невинных страдать будет именно российский гражданин. Так вот, если парламентские партии подключатся к этим мероприятиям, то это все вылится в гражданскую войну, и закончится тедом для страны очень печально. Поэтому мы от имени ЛДПР ни в коем случае сейчас не призываем людей выходить на улицу, а все-таки считаем, что еще не до конца исчерпаны все механизмы, которые можно было бы, чтобы достичь того равноправия и равновесия в обществе, которое мы можем достичь. Но тем не менее, вот в отношении тех, кто вышел накануне и сегодня, вы считаете, меры неадекватные со стороны власти применяются? Конечно. Ну, единственный способ борьбы это полицейская дубинка, это неправильно, это то же самое, что метод борьбы с футбольными болельщиками. Когда на стадион присылают милиции ровно пропорционально числу фанатов, то есть, предположим, там на двух фанатов одна дубинка, это вызывает только лишнюю агрессию со стороны футбольных фанатов. Так и здесь. Чем больше будут зажимать, арестовывать, избивать и не пускать, тем больше народу присоединиться к ним. Если бы дали им возможность спокойно выступить, провести свое мероприятие и разойтись, поверьте, ничего бы не было. Почему такой ажиотаж вокруг Немцова и его товарищей? Потому что они постоянно проводят мероприятия в знак протеста против того, что им запретили это проводить. Разрешите завтра. Поверьте, не так много народу придет, и никто об этом даже не услышит, если это будет разрешенное легальное мероприятие. А вот именно потому, что запрещают, именно потому, что привозят ОМОН, именно потому, что арестовывают, народ идет и слушает этих людей. Это Игорь Лебедев, руководитель высшего совета ЛДПР. Николай Олевич. Я бы хотел, Юль, поделиться несколькими простыми мыслями, которые тоже мы пытаемся публично донести до действующей власти. Во-первых, я глубоко убежден, что результат выборов, приукрашенный, не являющийся адекватным отражением общественных настроений, не дает возможности сформировать адекватный курс, адекватную политическую реакцию на это. Во-вторых, я отсылаю выступление Сергея Миронова на последнем заседании Государственной Думы, который предупреждал, господа единороссы, мы хорошо понимаем, что многим из вас хочется, особенно в своих регионах, получить результат, ну, такой результат, голубую мечту. Но мы вас предупреждаем, что перед вами выбор. Борясь за этот придуманный, приукрашенный результат, вы поставите под сомнение легитимность не только выборов в Государственную Думу, но вы закладываете мину под легитимностью самых главных президентских выборов. Что и получается. Если вы хотите, чтобы люди совсем не верили ни власти, ни результатам выборов, ну, вы этого очень быстро добьетесь. Поэтому вот я еще раз призываю, да, значит, как бы вам не нравилась действительность, да, лучше на нее реагировать адекватно. При украшивании попытки ее как-то, значит, исказить приведут гораздо более тяжелым для вас же последствиям. Ну, вот я вижу, что коллеги, журналисты сообщают, что в центр Москвы стянуты внутренние войска, в общем-то, даже сообщается о том, что на Триумфальной площади происходит сейчас хаотичное движение, а тем временем на площади революции члены Единой России, сторонники правящей партии отмечают чистую победу этот стат, как они это называют, да, митинг, разумеется, согласован. Игорь Владимирович, последнему будет вопрос к вам. По вашему мнению, как, по каким сценариям, по каким вариантам может развиваться ситуация в дальнейшем здесь, в Москве, в целом в России, вот после парламентских выборов? Ну, я думаю, что еще пройдет, несколько публичных мероприятий со стороны Несогласных. Я знаю, что в скором будущем ожидается митинг также с участием парламентских партий против результатов выборов. 13 декабря назначена встреча президента с представителями, традиционная встреча с президентом Медведева, с представителями всех парламентских фракций, на которых, я уверен, как минимум три партии будут заявлять о том, что результаты выборов, они не соответствуют реальному раскладу вещей в обществе, и результаты у оппозиции, естественно, занижены, а у партии власти завышены. И мы знаем, что Дмитрий Медведев обычно слышит оппозицию, и после этого предпринимаются какие-то меры. Я считаю, что на сегодняшний день, чтобы опять-таки не вызывать, не выводить людей на улицу, не подвергать опасности не только их жизни, но и в целом существование государства, потому что гражданская война, вы понимаете, это гибель государства, и более в современных условиях. Вот, то я думаю, что одна из последних надежд на выравнивание ситуации, это, наверное, вот эта встреча 13 декабря, где партии смогут изложить все свои претензии и по выборам, и в преддверии предстоящих президентских выборов. Ну и я считаю, еще один момент, который, несомненно, должен произойти, дабы все-таки не поставить под большим знаком вопроса легитимность избрания президента, это второй тур. Второй тур выборов президента, потому что сейчас уже, мне кажется, даже школьник понимает, что ни один из кандидатов от четырех парламентских партий или еще кто-то, кто будет принимать участие в выборах, не имеет поддержки населения свыше 50%, чтобы одержать победу в первом туре. И даже если все понимают... То есть это касается и Владимира Путина? Естественно, но если партия, от которой он идет, партия, которая его уже выдвинула, партия, которую он возглавляет, не может набрать на парламентских выборов 50%, то было бы глупо, если кандидат от этой партии вдруг наберет больше. И слова пресс-секретаря о том, что рейтинг, лично рейтинг Путина, не надо путать с рейтингами «Единая Россия» это полная чушь. Рейтинг кандидата всегда должен соответствовать рейтингу той политической силы, которую он представляет. Потому что если завтра, предположим, выпустить Иванова Ивана Ивановича от партии «Единая Россия», то народ будет голосовать также за «Единую Россию», и он получит там свои 20%. Да, спасибо огромное, Игорь Владимирович. Сразу предложение. 13 декабря после встречи с президентом приглашаю вас к себе в программу. Придете? Да, с удовольствием. Спасибо. Спасибо, Игорь Лебедев, руководитель высшего совета ЛДПР. Николай Иванович, ну вот сейчас я параллельно с вами общаюсь, да, и уж простите, параллельно еще и смотрю на информационные ленты, сообщается о новых задержаниях, новые, новые, новые. Ваш взгляд на дальнейшее развитие ситуации? Вот эти внутренние войска в центре города и так далее. Власти могут доиграться, что тут скажешь. То есть, а на ваш взгляд власть начинает дергаться, то есть вот насколько адекватна эта уже реакция? Ну, вы знаете, я же общаюсь с людьми, да, я сам довольно простой человек, я езжу в метро, хожу пешком по улицам, у меня нет охраны. В день голосования, когда я видел, какое количество, значит, БТРов, автозаков, запрудило улицы Москвы, я чувствовал себя очень неуютно, да, ссылаться на то, что это там какая-то кучка несогласных, значит, может помешать свободному волеизъявлению граждан, ну, это, знаете, так это, так сказать, для наивных или наоборот, так сказать, совершенно безумных людей объяснение, да. Мне кажется, власть перестаралась, если бы не было такого психологического давления, может быть, и у людей было другое настроение бы в день голосования, ну, вот Игорь тут сказал, что только власть знает свои реальные рейтинги, это не так, мы тоже знаем реальные рейтинги, слава богу, есть еще в отечестве социологи, для которых научная, значит, достоверность, да, и вообще профессиональный авторитет, значит, больше, чем, так сказать, вылизывание, значит, за, так сказать, подачки, так сказать, властным структурам, и есть экзитполы в день голосования, которые дают адекватную картину, значит, были и социологические прогнозы, которые немножко отличались, вот, что интересно, как раз в отношении популярности оппозиционных партий, там различия не очень большие, вот, а то, что, значит, рейтинг Единой России за месяц избирательной кампании рухнут более чем на 10%, ну, это, как говорится, не медицинский, а социологический факт, и вообще говоря, нужно было очень постараться так провести кампанию, чтобы обрушить рейтинг. Ну, вот, коллеги, журналисты сообщают, что начались, значит, столкновения на Триумфальной площади, распылен газ, вот, очевидцы пишут, то есть, по всей видимости, идут задержания участников акции протеста, Николай, что скажете, по-моему, вот. Ничего хорошего не скажу, еще раз говорю, да, так можно доиграться, не будите в народе зверя. Я напомню, здесь, в московской студии Финам-ФМ Николай Ильевичев, председатель партии Справедливая Россия, после рекламы, мы сейчас на нее прервемся, короткие, значит, ваши письма и ваши звонки на 65 10-99-6, код Москва-495 и финам.фм, там идет и прямая веб-трансляция. 19-45, реальное время, Финам-ФМ, Николай Ильевичев, председатель партии Справедливая Россия, здесь, в московской студии нашей станции, идет прямая веб-трансляция на сайте финам.фм, туда вы можете направлять свои письма, и 65 10-99-6, код Москва-495, ваши звонки, вопросы, комментарии Николаю Ильевичеву. Ну, прежде еще раз скажу, что сейчас стало известно, что на Триумфальной площади задержан один из лидеров партии Яблоко, Сергей Митрохин. Ситуация там, по всей видимости, развивается в таком уже достаточно серьезном темпе. Все подробности будут уже сообщать в 20 часов по нулям моей коллегии службы информации. Продолжаем все-таки наш разговор, несмотря на достаточно действительно такую сложную ситуацию. Я благодарен всем, кто присылает мне ссылки на прямую веб-трансляцию. Николай Ильич, принципиальное отличие этих выборов вообще вот этой нынешней политической ситуации это социальные сети. Вы посмотрите, то есть мы с вами сейчас находимся в прямом эфире. Мало того, что онлайн идет наша трансляция, слушатели присылают нам сообщения, присылают ссылки по вот вашему мнению. Насколько серьезно социальные сети сейчас уже действуют на общество, в частности на Московское, Петербургское, городов-миллионников? На общественные настроения они очень сильно влияют. Но вы знаете, я здесь с горечью констатирую, что если бы люди, которые активно общаются в социальных сетях, вышли бы из состава так называемой диванной партии и пришли бы на выборы все, то тогда и результат выборов был бы другой. Мы об этом говорили с Мироновым. Если явка была бы 80%, результат был бы совершенно другой. Причем это был бы реальный политический результат, который обеспечил бы реальное изменение курса на ближайшие пять лет сразу, начиная с января месяца. А так сидеть, зудеть, даже выйти на улицу, побузить, еще немножечко нам все-таки нужно в понимании, что от этой виртуальной жизни остается до реальной жизни. Все-таки один шаг, его надо сделать. По всей видимости, мы сейчас становимся свидетелями. На протяжении суток вчера чистые пруды, сегодня Триумфальная площадь. И, кстати, вот Андрей пишет, да невозможно смотреть на зомбоящик, по которому Единая Россия празднует якобы победу на парламентских выборах, встречи с руководством еще хуже, чем в СССР. Там исполняли, исполнители были виртуознее и мастеровитей. Если действительно газ на Триумфальный, то они получат, возможно, арабскую весну. Что скажете? Насчет виртуозов я уже вчера кому-то говорил, да, вот когда фокусник выходит на сцену и во время фокуса начинает ронять карты, по идее он должен с позором с этой сцены убежать. А у нас он продолжает свои неуклюжие движения, еще ожидает аплодисментов из зала. Что касается газа, ну, понимаете, тут есть граница, да, вот посмотрите в странах с развитой демократией мы видим иногда тоже, да, и газ распыляют, и дубинки применяют. Но когда? Когда начинаются погромы, да, когда там молодые люди накричавшись начинают, значит, сжечь машины, бить витрины и так далее, да, тут, ну, что делать, да, государство должно обеспечить некий порядок. Когда газ начинают распылять и дубинки применять только за слово, вот это или за иную позицию, это извините, да, нет, ну, иная позиция, если выражается, в швырянии булыжника, значит, витрину магазина, да, то, безусловно, закон и закон. А здесь, судя по всему, да, вы не можете прекратить это собрание цивилизованными методами, да, есть методы, это оттеснение, распыление, без нанесения увечий и так далее, да, ну, что делать, вот, поэтому, вот, эту границу, наверное, еще не нащупали наши правоохранительные органы, да, а если вы переступили черту, но вы уж тогда и несете, вы несете ответствие за последствия. Я вот, может быть, кто-то из слушателей Финам.фм сейчас находится в районе Триумфальной площади, может быть, непосредственно там, 65, 10, 99, 6, либо финам.фм, вот здесь, у меня, в московской студии Финам.фм Николай Владимирович Левичев, председатель партии Справедливая Россия, эта партия прошла в парламент, все-таки, вот, развитие ситуации очень важно донести до людей, которые во власти в парламент, сейчас в законодательной власти, которые проходят в Новую Думу, мне представляется крайне важным вот то, о чем говорит господин Левичев. Диалог, да, то есть нельзя поддаваться на провокацию, но с другой стороны, власти, силовики должны понимать и всю степень своей ответственности. Вот здесь мне представляется очень важный такой момент. 65, 10, 99, 6, финам.фм. Добрый вечер, вы в эфире, алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Денис, я представлю, слой, назовем, военнослужащих, и есть вопрос конкретно к вашему гостю. Давайте. Вот сейчас прошли выборы, мы голосовали за вас, есть такой момент, вот я закончил Академию Жуковского военную в Москве, и ее собираются сейчас переводить в Воронеж, и так с другими вузами тоже поступали, с Академией Петра Великого, которую хотят из Москвы выслать, Академия РХБЗ, таким образом у нас убивается военная школа, полностью убивается, профессора, которые сейчас хоть что-то могут передать, которым сейчас 70-80 лет, они уже не поедут ни в Воронеж, ни в Сызр, никуда. Вот скажите, ваша партия собирается как-то противодействовать растаскиванию последнего, что у нас есть, хотя бы, ну вот, для военнослужащих. Да, спасибо, Денис, пожалуйста. вы знаете, не то, что там собирается, да, у меня были разговоры с министром обороны Сердюковым, Сергей Михайлович Миронов много на эту тему высказывался, ну, надо понимать, что действительно тому же Сердюкову досталась картонная армия, понимаете, значит, с огромным грузом проблем, но решения, которые принимаются по оптимизации, в том числе военной подготовке профессионала. На наш взгляд, вы совершенно правы, далеко неадекватные, да, и Миронов, как бывший десантник, сделал очень многое для того, чтобы сохранить десантные войска как рот войск, там ведь, вы знаете, были решения вообще их как-то, значит, порубать на части и отдать в округа, поэтому кое-что сделать удается, но, так сказать, гарантировать, что к нам прислушиваются на сегодняшний день я не могу. То, что, значит, мы пытаемся эту тему долбать, и хорошо понимаем, что это не просто формальное решение, да, объединить, значит, в один вуз, так сказать, два института, находящиеся в разных городах, так же, как эти федеральные университеты у нас, формально создали, а по сути, значит, если это происходит, вы совершенно правы, с потерей научной школы, ну, это, в общем, не реформирование, да, а это, так сказать, деструктивная работа по зачистке этой поляны. Артем пишет, не боитесь ли вы, что после выборов президента Единая Россия будет принимать законные решения, присущие левым партиям, а Справедливая Россия придется поддерживать это решение ввиду своей политической направленности, а Единая Россия будет просто использовать данные дополнительной доходы для своих политических целей. Ну, вы знаете, тут немножко, значит, намешано, да, как известно, есть позиция, я вам цитирую письма, как они приходят, да, как договорились, Митрохина, да, о том, что вы знаете, вот вы говорите, надо, значит, брать больше налоги с богатых, так ведь у нас все налоги разворовываются, поэтому, значит, не надо брать, ну, такая, логическая цепочка выстраивается, мы говорим, ну, надо брать налоги с богатых больше, одновременно, принимая меры по борьбе с коррупцией, да, ни одна, ни одна, а может быть первичная все-таки борьба с коррупцией? ни одна мера не может быть, значит, в отдельности каким-то, какой-то панацеи, да, значит, нужен комплекс мер, поэтому, ну, что я могу сказать, я не боюсь, потому что, значит, как Игорь тут говорил, да, значит, если Единая Россия будет принимать решения, идущие на пользу социально незащищенным слоям населения, в том числе и по нашим вашей оценке, это означает, что мы не зря кукарекали 4 года, оппозиция, в том числе, имеет такую миссию загонять партию власти в угол, и вы думаете, что вы ее загоните, вот, а мы уже частично, нам это удается, да, те вещи, которые, над которыми смеялись три года назад, сегодня выдаются, как, ну, пожалуйста, Путин в своей речи, да, больше десяти раз слово справедливости, значит, использует, это вот с вашей подачи, вот будет ли теперь справедливость, вот судя по тому, что на Триумфальной происходит, разве это справедливость, когда люди выходят и высказывают свое мнение? Если кандидат в президенты Владимир Владимирович Путин ограничится словами и не продемонстрирует тех новых идей и тех действий, на которые намекнул сегодня его пресс-секретарь Песков, я бы сказал, сделавший сенсационные заявления, да, значит, ну, значит, его жизнь может наказать. 65, 10, 99, 6, финам.фм, Николай Левичев, представитель партии «Справедливая Россия», «Реальное время», «Финам.фм», вы в эфире, добрый вечер, Алло. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алексей. Да, Алексей, пожалуйста. Если позволите, я, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за вашу передачу и за то, что вообще делается на вашей радиостанции. Вот, я хотел бы, если позволите, буквально две минуты сказать про, вот, про выбор, то, что было. У меня, моя, как бы, моя теща, ей 70 лет, она была в свое время членом КПСС, КПСС, она всегда голосовала за вот ту, ну, как бы, лидирующую политическую силу, всегда. Вот то, что вы называете, ну, то, что пропаганда, да, у нас? Так, 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 и на этих выборах она впервые проголосовала не за это, она проголосовала за вот партию Густавина Левичева, за справедливую Россию. Вот, я, к сожалению, ну, по объективным причинам не смог участвовать в этом, в голосовании. Вот, я просто единственное хочу сказать, что вот простая русская женщина, которая всегда поддерживала власть, в принципе, и как бы она была всегда зависима, она вместе с Трой была, она всегда, в общем-то, как-то от этого зависит, ну, наверное, наверное. Вот впервые, впервые за 70 лет она проголосовала, но не против, но, по крайней мере, не за. Да, Алексей, спасибо. Передайте ей, пожалуйста, низкий поклон от меня. Идем дальше, вы в эфире, добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте, Юрий, меня зовут Алексей. Да, Алексей. Я тут хочу высказать по поводу итогов выборов. Если интересное, выключите приемник и общайтесь с нами по телефону, пожалуйста. Да, да, я выключил. Вот по поводу итогов выборов. Хочу сказать всем, кто голосовал против Единства России, что на самом деле эти люди выиграли сейчас, потому что власть стала нелегитимной, потому что все понимают, сколько фальсификаций. И, ну, смешно смотреть на людей, которые говорят с эфира, там, с экрана, что выборы абсолютно честные. Народ просто поймет тот, кто до этого еще сомневался, в какой-то честности. Вот сейчас все убедились уже, что наша власть, ну, прогнила. А дальше, по вашему мнению, Алексей, вот как могут развиваться события? Ну, тут сложно что-либо предсказать. Я думаю, что Путин другим не станет, как все утверждают сторонники. в ближайший год, может, ничего не произойдет, но думаю, что два срока он не просидит. Спасибо. Николай Иванович, вот то, о чем сказал Алексей, как мне представляется, носит принципиальный характер, это делегитимизация власти. А я всегда говорил на всех уровнях, предупреждал. Очень простое выражение. Не забывайте, что даже в век развития интернета самым эффективным средством массовой информации остается людская молва. Все равно все все знают и понимают. Ну, вот даже Дмитрий из Петрозаводска мне пишет, Юрий, на Триумфальной против людей применили газ. Я в курсе, Дмитрий. И в курсе Николай Иванович. Я не знаю, вот сложно сидя здесь в студии комментировать то, что там происходит, но я думаю, что сейчас коллеги из службы информации более подробно об этом вам расскажут. Не знаю, Николай Иванович, по-моему, это перегиб. Я думаю, что да. Ну, сейчас будем разбираться в детали. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Михаил. Да, Михаил, пожалуйста. Вы знаете, Юрий, я вот слушал господин Иванович, он сказал хорошие слова, что нам не хватило количества избирателей, если бы все пришли. Я бы хотел попросить и его всех остальных в следующий раз больше внимания поделять именно привлечение избирания, потому что была масса рекламы «Голосуйте за нас», «Голосуйте за нас», «Голосуйте за нас». Но никто не звал просто избирателей. Ну, это не так. Даже в наших роликах был просто призыв «Приходите на выборы!» «Приходите на выборы!» Не, ну, дело сделано, как говорится, да. Выборы состоялись. Добрый вечер, вы ухали, Аля. Здравствуйте. Да, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Николай. Если можно, коротко. Я хотел бы как бы на две части разделить свой звонок, вы сможете так выжить. Постараюсь быть кратким. Ну, первое, что это достало вот это вот как бы лицемерие, вот это все, я не знаю, как им самим не стыдно, да, это всем прекрасно понятно, что творится в стране, что как бы, ну, они не могли просто набрать столько голосов. Второе, то, что вообще... Они, это имеется в виду «Единая Россия», я правильно знаю? Ну, естественно, да, естественно. И второе, вообще, вот как мне лично кажется, да, вот все, что делается этой властью, я хорошего вообще ничего не вижу. Все законы против того, чтобы народ жилось лучше, то есть, вообще. И вот как мне кажется, не специально ли это делается, не специально ли это развал государства. Не знаю, вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо, Николай Иванович. Короткий комментарий. Ну, я все-таки надеюсь искренне, что не специально, да, ну, и вообще говоря, такая абсолютизация, да, она тоже не на пользу дела. В частности, кое-что удается сделать, кое в чем удается что-то поправить, да, ну, мы пока еще не голодаем, да, значит, мы пока еще с вами можем в прямом эфире разговаривать, мы еще можем иметь некоторые средства массовой информации, пусть не с десятимиллионным охватом, как там первый, второй канал, да, которые вполне позволяют высказывать свою точку зрения, поэтому вот такого апокалипсического настроения-то у меня нету, да, и я заверяю от имени всей своей партии, у нас в эти выборы сотни тысяч людей прошли огонь и воду. Это такой жизненный урок, такой жизненный опыт, это такой потенциал, который просто непременно должен дать некое новое качество и политической жизни, и общественных настроений, и волеизъявления людей, представляющих разные слои общества, да, ну не надо хоронить раньше времени ни себя, ни свою страну. Спасибо вам большое, внимательно следим за развитием ситуации на Триумфальной площади, ну а в реальном времени на Финам ФМ сегодня у меня в гостях был Николай Левичев, председатель партии «Справедливая Россия».